Но ничего конкретного, типа мы будем делать, мы делаем, мы знаем проблему, мы её пытаемся решить и в принципе больше ничего, да, такого не сказали. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров и для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом участвую. И всё, ты уже участник. Итоги будут проведены на моём стриме, стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер и сегодня мы с вами делаем обзорчик на типа вопросы от разработчиков. И если честно, я тут полистал некоторые вопросы, которые у нас здесь есть и они прям такие интересные. Вот, и решил я на всё это дело записать обзорчик, как так говорится, ну, дать свои комментарии по этому поводу, потому что некоторые моментчики меня прям очень сильно удивили. Особенно, как говорится, первый вопрос, который Ореху задавали. Вот, поэтому погнали, ребят, поехали глядеть и смотреть. Вопрос для Ореха от Якима Дмитрия. А вот от Якима или Дмитрия? Интересно. Это, видимо, поменял. Затутал специально. Будут ли перерисованы модели Джиггернаута и Терминатора VHD? Сразу начинаем с очень важного вопроса. Терминаторы Джиггернаут будут перерисованы VHD и, поверьте нам, мы с особой любовью будем их перерисовывать, чтобы они были просто очень хороши. И, наверное, сразу заанонсирую, как вы знаете, у нас теперь есть ховер-танки, и когда ты на ховер-танке становишься Джиггернаутом, управление сильно меняется, и это не очень удобно. Значит, что мы это сделаем? У нас будет ховер Джиггернаута. И вот тут, как говорится, прям вообще самая лютая, мне кажется, тема, типа, это, может даже сказать, анонсик такого будущего обновления, которое разработчики нам заспойлерили. Спойлерили, естественно, оно будет у нас хрен пойми когда, но, тем не менее, сам факт того, что Джиггернаут будет у нас переделан в летающего Джиггернаута, мне кажется, это, 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 это срыв головного мозга. Это шо вообще за у нас такие дела? Прикольно. Мне, по крайней мере, вот эта тема прям очень сильно понравилась, поэтому будем ждать. Здесь, как говорится, у нас говорить, комментировать, плохо это или хорошо, нет особого смысла, в любом случае это хорошо, потому что новое введение, это всегда отлично. Поэтому погнали дальше. Когда мы дойдем до HD корпусов, до HD Ховертанг, до HD Джиггернаута и Терминатора. Так, это все понятно. Следующий вопрос. Почему вы не делаете подбор в ММ по Gearscore? Угу. Наверное, это потому что кажется, что по Gearscore он будет, казалось бы, честнее, но на самом деле нет, потому что Gearscore будет с таким же разбросом подбираться, как и звание в игре. И звание гораздо удобнее для нас, чем Gearscore. По Gearscore вы все равно будете попадать с игроками, которые сильнее вас, слабее вас. И сейчас, например, когда вы подходите к очень высокому Gearscore или к высоким званиям, вы попадаете на игроков, у которых 9999 этот самый Gearscore. И вам не хочется с ними играть, но они же старались, они этот Gearscore выбили, а вы, наоборот, сейчас на Gearscore и вы видите, что перед вами стоит классная цель, потому что вы прокачиваясь. На самом деле здесь я уже думал, знаете, какую тему, тоже небольшое такое рассуждение делал. У них сейчас есть очень офигеть какой огромный разброс по званиям. Принцип по званиям подбор, он более-менее нормальный и адекватный, но вот разброс офигеть какой просто большущий по званиям. Вот эти вот звания сократить бы хотя бы в два раза, был бы вообще идеально. Типа, да, придется ждать дольше. Но мне кажется, это самое адекватное и логическое мнение по этому вопросу. Были у меня еще представления, знаете какие? Типа, чтобы подбирало по ГС, но чтобы в битвах не было переодевания. Но тогда я вспомнил такую фишку, что когда ты у нас играешь на пушке ближнего боя, тебя куда кидает? Правильно, на огромные карты. Поэтому здесь оно у нас такое себе не очень пойдет. Тоже туда доберетесь? Или в этом нет смысла? Голосовой чат. Я считаю, что в этом есть смысл. И мы считаем, что он нужен будет. И у нас есть план, когда он появится. Но пока я вам не буду называть дату, просто на всякий случай. Я считаю, что голосовой чат нужен в случае, если вы играете в группе, вы должны иметь возможность услышать, что говорят другие. И, разумеется, для игры с игроками из вашего клана. В этом случае он нужен. В случае, когда вы играете со случайными игроками, для вашего же спокойствия не стоит, я думаю. Ну, здесь тоже уже некоторые ребята говорили, что было бы логично, если бы голосовой чат у нас использовался как раз таки в группах. Про клановые битвы, я так думаю, нет смысла тому добавлять, потому что большинство как раз таки клановых бойцов, они разговаривают просто в конфе. И навряд ли кто-то будет использовать, знаете, такую фишку, как, ну, просто-напросто взять и использовать просто голосовой чат в танках. Типа, мне кажется, как использовали тот же самый дискорд, так его и будут использовать. А вот в группе, да, вот это было прикольно. Можно ли будет смотреть задание и выбирать награду прямо во время боя? Как было на флэше. Нет, мы так делать не будем. Почему? Можно будет доиграть бой до конца и только тогда посмотреть текущий прогресс по заданию. Потому что мы заинтересованы, чтобы все из вас доигрывали бой до конца. Вот. Ну, не всегда, кстати, вот с этим я не согласен, потому что мне иногда, допустим, неудобно, знаете, в каком плане. В том плане, когда у меня выпадает заданка какая-нибудь, на, допустим, собери дроп, я кликаюсь в режим, но при этом, ну, иногда такое бывает, что забываю, какой мне дроп нужно собрать. Вот здесь, мне кажется, было бы прикольно, если бы добавили эту фишку обратно. А так вы будете заглядывать. Ну и от этого же... Добавление подарков. Зовут его первый блогер. Ну, подарки, кстати, я больше чем уверен, что он сейчас ответит, что будут добавляться, потому что Орех уже отвечал на этот вопрос. Следующий вопрос. Добавят ли подарки? Вернем ли подарки? Подарки, если кто из вас не знает или не помнит, давно играл или недавно начал играть. У нас был такой интересный механизм, когда можно было купить подарок, что-то вроде письма, и отправить другому игроку. Подарок имели разную стоимость, на ивенты у нас появились особенные. И вместе с отключением флэша мы этот механизм пока убрали. Но мы считаем, что он все еще нужен. У нас есть в планах добавление профиля игрока, и к этому самому профилю можно будет точно так же... Ну, ясно, подарки, короче, добавят. Можете сделать так, чтобы в Pro-битвы можно было бы зайти с ТО Мобайл. Очень давно вы просите. И почему бы это не сделать? И раз просят, а? Ну-ка давай. Очень давно мы вам этого не даем. Мы точно знаем, что вы знаете один способ, как попадать в Pro-битвы с ТО Мобайл. Но давайте так скажу. У нас сейчас в планах есть некоторые изменения, связанные с ТО Мобайл, из-за которого, если все пойдет по плану, то тогда вы сможете не просто заходить в Pro-битвы, но у вас будет доступ прямо к списку битв в ТО Мобайл. Ооо, ничего себе. Александр, Андреев интересуется, когда новый ВАЗ? Новый ВАЗ? Наверное, ВАЗ по HD, спрашивает наш Александр. Смотри, Александр, у нас очень длинный план. Мы собираемся все скины действительно переделать на HD. Мы сейчас вывели Страйкер Ультра, это не HD и Страйкер. У нас будет Страйкер HD. Я видел, что ваше сообщение вам показалось, что мы отменили свои планы. Это не так. Планы длинные, планы надолго. Мы понимаем, что это займет год с лишним. Но мы все равно дойдем в этих планах до каждого корпуса, включая вас по HD. Вот! И все плантанки классные. Полички. Тут такой длинный вопрос, что я переверну наш телефон. Итак, вопрос Ореху. Вам не кажется, что парящие корпуса значительно доминируют над гусеничными своей управляемостью и маневренностью? Собираетесь ли вы это фиксить? Вообще, все парящие корпуса специально были сделаны так, чтобы им было проще перемещаться над неровными поверхностями. И это смысл существования этих корпусов. Насчет того, что это дает им очень большие преимущества, я не совсем согласен. Это сильно зависит от... Как раз таки Хопперу, да? Прям ничего не дает никакого преимущества. ...пособы управления и насколько ты научился управлять тем или иным корпусом. Все-таки, если ты управляешь обычным гусеничным, тебе он нравится больше. Но все равно это проблема. Если мы исключаем один конкретный легкий ховертанк, о котором мы поговорим чуть попозже, да? Это Хоппер, да, как раз? Мы пока не видим необходимости ослабления в будущем. Дальше идем. Вопрос Ореху. Хоппер, будете ли вы фиксить Хоппер? Из-за него невозможно ловить, играть в захват флага и регби и ловить голды? Хоппер действительно несколько проблем создает в игре. Да охренеть он сколько проблем сейчас создает, особенно с голдами. Да и с флагами тоже. Типа да и с регби. У меня, знаете, какая ситуация была? Когда я захожу в карту, чел на Хоппере прыгает на контейнер, и я на гусеничном своем корпусе вообще никакого не могу достать. Он резается, прыгает на этот контейнер снова и все. Мы сейчас думаем, что именно с этим делать. В чем проблема, собственно? Как вы знаете, на наших базах, в основном это базы в регби и базы в CTF, захват флага, нельзя ставить мины. Ну, потому что если бы можно было ставить мины, все бы там ставили мины и все бы на них взрывались. Понятный очевидный эксплойт. Да, да, да. Хоппер это что-то из того же духа. Нам очень нравится, что его овердрайв очень утилитарный. Он практически не про то, как уничтожить противника, он про то, как правильнее перемещаться по карте. И тут такая проблема, что он может возить и флаги, и мячи во время прыжка. И если он перестанет это делать, например, то вы просто перестанете использовать хоппер в этих режимах, потому что, ну а зачем? Запрыгнуть на дом и из дома стрелять? Очень нишевое применение. Поэтому мы ищем способ, как решить эту проблему. Мы рассматривали, например, купол Титана, его овердрайв. Выключает возможность использовать овердрайвы внутри этого купола. Ну и другие возможные варианты. Пока мы не нашли способ решения, который бы понравился всем. Нам кажется, что было бы классно, если вот летит на тебя хоппер, и ты хочешь, чтобы он не летел. Ты должен вовремя нажать какую-то кнопку, чтобы он перестал лететь. Как именно это сделать, мы пока не знаем. Но мы в курсе проблемы. Мы знаем, что он нет. А знаете, может что добавить? Типа ты юзаешь оверку на любом корпусе, и просто хоппер стопится. А вообще от любой оверки. Ну типа он сразу на землю спускается. Нравится. Мы добавили вам в режим без хопперов половить золотые ящики. Да, это же вам спасибо. И со временем мы что-нибудь придумаем. Но это не будет, я надеюсь, это не будет... Короче, ясно. Следующий вопрос. Вопрос Ореху. Что было в чае? А, где он стоял? Дальше будет длинный вопрос, прочитаю только часть его. Есть ли техническая возможность сделать матчмейкинговые битвы одновременно на 7 минут и на 11? Например, кнопку битвы... Знаете, мы сокращали время боев продолжительное время. Сейчас опустились до 7 минут. Мы больше не хотим их сокращать. Правильно. Действительно теперь думаем про то. Меньше некуда. Немножко увеличить продолжительность битв. Да, действительно, некоторые вещи поменялись. Заводит ли два отдельных матчмейкингов по разному времени битв? Мы считаем, что это будет не очень удобно использовать. Просто будет слишком много кнопок и вариантов. Никто не любит много вариантов, когда хочется просто нажать и играть. Я люблю! Но, например, мы... Играть только на маленьких картах. Попробовать на ивентовых режимах, сделать их подлиннее, чем на 7 минут и посмотреть на то, как долго вы играете. И как часто вы заходите в такие бои. После этого мы будем уменьшения оставлять и прощалка. Есть или их увеличивать. А то бронх нами. Достижения будут ли? Актуальны ли? Достижения. Вот когда я говорил про подарки и говорил про профиль, достижения тоже являются частью этого профиля. Мы хотим добавить систему, похожую на систему трофеев. Когда вы, достигая определенных уровней в игре, возможно, зависимых от прокачки, возможно, от скилла, получаете эти самые трофеи. Да, в планах есть. Да, я считаю, что актуально. Это очень классная, долгосрочная цель для игры. Типа сделать, знаете, что? Делаешь, допустим, тысячи киллов, и тебе за это дают какие-нибудь 100 танкоинов. Прикольно. Мне кажется, вообще суперски. Так, короче. По-моему, получилось довольно-таки неплохо. По поводу Хоппера. Мне понравилось по поводу Джиггернаута, голосового чата. Про поводу достижения тоже, в принципе, неплохая идея. Увеличение битв тоже нужно, потому что раньше я говорил, что уменьшение битв это хорошо-хорошо-хорошо, когда набивались звезды. Сейчас все звезды у нас выполняются в заданках, соответственно, битву можно делать у нас опять долгие. А то 7 минут, ни рыбы, ни мяса, если честно. Так, про Хоппера. То, что его фиксить пока не будут, ну, что-то собирается, мне кажется. Такое себе, что-нибудь придумают, распределят парящие корпуса. Это понятно. Но в АСП, КЖД, это тоже понятно. Битва в Томобайл. В принципе, буду делать это прикольно, потому что многие играют с мобильных. Меня тоже просили, как зайти. Подарки добавят. Награды во время боя тоже смотреть нельзя. Это прискорбно. Голосовой чат в группе. Это тоже прикольно будет. Подборка в ММ. Ну, в принципе, все. Посмотрели. Ну, такое, знаете, прикольный выпуск. Если честно, на много таких вопросов актуальных именно ответили, которые лично меня волновали. Но ничего конкретного. Типа, мы будем делать, мы делаем, мы знаем проблему, мы ее пытаемся решить. И, в принципе, больше ничего. Да, такого не сказали. Ладно. Короче, вот такой вот, ребят, выпуск у нас получился. Кому он понравился, обязательно ставьте ему в своей царке лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok